Приветствую вас, к сожалению, к сожалению, так называемый СТОСН, да, страх, значит, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, является, ну как бы это сказать, да, феноменом, является психологической проблемой, безусловно, но не является тем, что стоит говорить, как правило, тому, кто этим страдает. Почему? Ну, потому что достаточно легко, на мой взгляд, навесить ярлык на человека, значит, ну, вот то, что у него СТОСН, да, и всё, как бы, у тебя СТОСН, ты боишься синдром тревожного ожидания, как бы, делать больше с тобой нечего, грубо говоря, да, ну, грубо говоря. Ну, а так проще всего. Это не то, это не то, что можно говорить самому человеку, не то, что имеет смысл вам для себя делать частью своего понятийного аппарата. Значит, во-первых, как правило, смотрите, у мужчины, да, может, сейчас я посмотрю, сколько, так, мужчине 25 лет, а я его на 5 лет старше. Так, то есть вы его на 5 лет старше, а ему 25, ну, 25 лет проблемы с потенцией, наверное, маловероятно, да, я так думаю. Вот, нет, возможно, конечно, но вряд ли. Вот, тем более, что он первый начал вас сломать и так далее. Значит, о чём это говорит, да? Ну, в первую очередь, это говорит о том, что мужчина достаточно тяжело вступает в интимные отношения. То есть, что это значит? Что такое, ну, что такое тяжёлое или затруднённое вступление мужчины в интимные отношения? Ну, это, по сути, означает, что мужчина не может вот так вот сразу, да, взять и раскрыться перед женщиной в сексуальном плане. Да, то есть, для мужчины это не так легко, вот, мужчине нужно время, вот, мужчине нужно, как говорится, освоиться в постели, вот. На мой взгляд, это, ну, самый такой точный термин. То есть, мужчине нужно именно освоиться в постели, для этого ему нужен с вами контакт, для этого ему нужно активно общаться в той же самой постели с вами и активно обсуждать какие-то вещи, связанные с сексом. Чтобы мужчина наконец расслабился, чтобы мужчина наконец перестал думать и чтобы отдался на волю чувств и своих желаний. Для этого иногда требуются такие вещи, как, допустим, эмоциональный контакт, эмоциональная близость, эээ, скажем, ну, вот, скажем так, да, для этого требуется эмоциональная близость. Для этого, то есть, требуется привыкание к человеку, ну, то есть, вот, привычка именно к вам, да, то есть, эээ, скажем так, эээ, ну, уход, эээ, синдрома новизны вашей, то есть, эээ, уход от восприятия вас как, человека, эээ, ну, возможно, незнакомого, да, или малознакомого, и так далее. Вот. Возможно, требуется большая психологическая открытость, это я, конечно, не знаю, но, как правило, мне приходилось работать с эээ, мужчинами, у которых ээ, имелись подобные проблемы, и всё там, как правило, упиралось в то, что человек эээ, стеснялся, эээ, эээ, не принимал себя, либо переживал по поводу того, что он не может эээ, иметь эээ, достаточно стонтальные сексуальные отношения. То есть, ну, именно, вот, стонтальные сексуальные отношения у человека иметь не получалось. вот. Он говорит, что вот, ну, как бы, такие люди говорят, вот, эээ, я хотел бы, да, эээ, там, вот тут, ээээ, эээ, хотел бы иметь такие отношения, ну, в общем, у меня неудача. И здесь на самом деле важно именно расширение своего кругозора, изменение отношения к этому и так далее. Так вот, в большинстве случаев мужчин не хватает именно эмоциональной связи с женщиной. То есть, либо доверие ей, либо чувств к ней, ну то есть именно каких чувств, давайте сразу, ну сразу расставим все точки над И. Так, о каких чувствах идёт речь. Чувство доверия, чувство спокойствия с вами, уверенности, ну, чувство того, что вы его примете таким, как он есть, да, и так далее. То есть, вероятнее всего, мужчина опасается, что вы его не примете, что вы от него отвернётесь там и так далее. То есть, это, по сути дела, неуверенность в себе, да, определённую. Ну вот. Может быть, он считает вас слишком хорошей для него, может быть, он считает себя не для вас. То есть, тут могут быть, может быть, на самом деле много разных причин. Но, тем не менее, какая-то из этих причин определённо есть. И вот над этими блоками вам нужно работать. Вот. Кроме того, необходимо расширять ваши сексуальные, так скажем, паперные поведения, да. То есть, не смогли вы получить наслаждение классическим способом, ну, значит, соответственно, можно получить наслаждение другим способом, и в этом, как бы, нет ничего страшного. Пусть мужчина почувствует, что он может вам доставить удовольствие в любом случае, да, и тогда он сам будет спокойнее, но просто потому что будет знать, что классический способ не единственный способ, каким он может подарить вам наслаждение. Для него же, для его самооценки, это будет, ну, куда более хорошо и качественно, чем, если он будет думать, что вот только классический способ применим для того, чтобы доставить наслаждение девочке. Хотя, на самом деле, это не так. Вот. Я думаю, что вот так. О том, что он вас не хочет, это я даже говорить не буду, потому что это не так, не хотел бы он, с вами не вступил бы в отношения, не стал бы к вам приставать, да, то есть, здесь момент такой, насколько вы в себе уверены, вот. Так что я не думаю, что дело в вас, потому что, ну, мужчина, он совершенно очевидно выбрал вас, совершенно очевидно, вы ему нравитесь, и, соответственно, никаких сомнений в том, что он испытывает класс влечение, в том числе, и сексуальный, на мой взгляд, нет. Вот. Но если вы вдруг по какой-либо причине не уверены в себе, то мужчина может это, в общем-то, чувствовать, вот если вы по какой-либо причине в себе не уверены. И если он это чувствует, то это уже довольно, довольно серьезно, довольно серьезно это. То есть, если мужчина вдруг почувствовал, что вы не уверены, то здесь, конечно, уже вам нужно задуматься о том, собственно, откуда такая неуверенность, да, какова ее природа и вообще какая цель ваших отношений. Вот. Значит, я, собственно, предлагаю именно с этого. Какая цель отношений? Если просто переспать, просто переспать, ну, это одно дело. Вот. Этот мужчина, вероятно, ну, не подходит для того, чтобы просто, просто, значит, переспать, вот, с вами. Этот мужчина не подходит, и, соответственно, нужно либо искать другого, либо с ним строить серьезные, более, такие, долгосрочные отношения. Вот. Если для вас, если вам мужчина нравится, и вы связываете с ним свое будущее, то, что-то произошло никакого значения не имеет, потому что, ну, будете вы жить, простите меня, не с его половыми органами, да, а с человеком, это гораздо важнее. Вот. То есть определите свои приоритеты, эти приоритеты до него донесите в откровенной беседе, и все. Вот. Ну, не обязательно вот прямо сейчас, да, там, а просто, если такая тема всплывет, просто успокоить его, и все. Ну, для себя это нужно решить в первую очередь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.